Это выставка World Food 2022. С нами независимый эксперт Анна Чумаченко. Здравствуйте, я знаю, что вы были спикером у нас на мероприятии. Вкратце расскажите нам, о чем шла речь. Я рассказывала о том, насколько важно управлять полкой для категории свежих овощей, каким образом это влияет на поведение различных групп потребителей, и какие рекомендации можно было бы дать рознице, чтобы увеличить продажи этой важной категории, которая влияет на здоровье нации в целом. Какие рекомендации? Вы, наверное, главные спрашиваете. Самые главные рекомендации – это, в первую очередь, изменить процентное соотношение доли разных видов овощей на полке. О чем я говорю? О том, что, если, например, помидоры и огурцы составляют около 50% трат в кошельке потребителей на всю категорию, то, соответственно, доля полки, которую эти овощи должны получить, она логично должна быть не меньше 50%. Сейчас, на данный момент, в большинстве магазинов подавляющую площадь полки занимают корнеплоды, капуста, лук. Эти товары характеризуются высокой степенью запланированности покупки, и потребители купят в любом случае. А свежие овощи, в первую очередь, дорогие вкусные черри, томаты, хорошего качества огурцы, они занимают очень маленький процент полки, при этом генерируют большую выручку и таким образом позволяют вырастить оборот категории в целом. Соответственно, для этих овощей нужно уделять больше места на полке и правильно их хранить. Да, я все время хочу всем напомнить, что не надо хранить помидоры в холодильнике, они теряют от этого вкус. И в магазине очень важно иметь отдельное пространство для хранения этих овощей, потому что если помидоры лежат на полке с зелеными категориями, то они теряют свои вкусовые качества. Поэтому очень важно в рознице улучшить качество и количество выкладки свежих овощей. Скажите, Анна, вот мне казалось, что сейчас такой идет тренд на в целом здоровое питание и овощи – неотъемлемая часть вот этого рациона здорового. Неужели нужно сейчас подстегивать людей покупать овощи? Мне кажется, что они и так замотивированы или это не всегда? Наверное, есть момент того, что люди и так покупают овощи, но, во-первых, категория свежих овощей, она, можно сказать, недоразвита по сравнению с другими категориями, например, кисломолочка и так далее. Если люди покупают овощи, то они не всегда получают нужную информацию, то есть они определенно нуждаются в лучшей коммуникации со стороны как розницы, так и со стороны потребителей. И полка в этом играет самую главную роль, основную. Поэтому, возможно, люди и покупают, но не все и не всегда, и не обязательно столько и того, что для них оптимально. Поэтому тут простор для оптимизации есть. И вы совершенно правы, доля покупки овощей в кошельке потребителей растет. Допустим, если говорить про кисломолочку, то она приблизительно стабильна, то овощи, они как бы растут, их важность в кошельке потребителя. Но качество покупки, оно, конечно же, может улучшиться. Что ж, здорово. Надеюсь, ваши советы помогут людям покупать больше овощей и ритейлерам продавать. А я обязательно запомню про помидоры и холодильник. Спасибо вам огромное. Это очень важно. Спасибо, спасибо, спасибо.